Музыка Музыка Вот у нас канистры стоят, вот сюда мы воду, вот остатки воды, сейчас поедем за водой. Так наливаем, в чашки моем посуду, так же греем, моемся, ну а стирать уже по знакомым ездим. Вот телевизор тоже для красоты стоит, и вот для дистанционного обучения компьютер есть ноутбук, но зарядить мы его не можем. Музыка Дистанционное обучение у детей дома номер 26 по девятому долинному проезду минувшей зимой проходило при свечах, а все потому, что света здесь нет уже девятый месяц. Я заканчивала девятый класс, для меня это было очень сложно, потому что один компьютер, вот мы с братом учились, то что один компьютер не хватало заряда, и мы заводили генератор, генератора тоже не хватало. И мы не успевали не доделать домашнюю, так же занижали оценки, и потом не смогли исправить, так как света не было. У нас нет газоснабжения, света и воды. Музыка Проблемы начались с того момента, когда семеноводческая станция, которая принадлежала наше общежитие, обанкротилась. И вот с 2016 года наше обращение все и в администрацию города заключить с нами договора соц. найма, и в прокуратуру не последовало ничего. Саратов Энерго и МРСК Волги, они не против подключить нас, потому что мы платили всегда за электроэнергию вовремя, у нас нет долгов. Ну, в общем, просто нужно обращение со стороны администрации. Мы были на приеме у Корнеева, и это было в феврале 2020 года, и нас заверили, что в течение полутора-двух месяцев этот вопрос наш решится. Но, однако, до сих пор вот мы бедствуем. Музыка Без холодильника это вообще не выназначено. Вот как, как, я даже не могу даже сказать, как готовим, но один раз покушать, и все. Перебиваемся на команный порой. Вот здесь у нас хранится только такие сухие продукты, как бы, ну, то, что мешает для просто обычного хранения. Как шкаф, да? Да. То есть, как бы, здесь тоже контейнеры. Ну, а зиму как это пережили? Зимой, получается, не было жилетриста, да? Да, но мы как-то старались. Какие воспоминания? Что нам дадут свет, как бы, мы жили такой верой. Как бы, надеюсь на лучшее. Как приспособились немножко. Ну, не знаю, ну, она так быстро прошла эта зима. Большой плюс был то, что на улице не было так холодно. Не знаю, если честно, не помню. Для нас как страшный сон. То есть, блин, как-то мы надеялись, что его дадут. Поэтому, наверное, прожили эту зиму. А вот следующий, конечно, уже очень страшно представить, если не будет света. Без элементарных коммунальных удобств вынуждены жить 35 человек, в том числе 10 детей. Когда в 2016 году завершилась процедура банкротства Семеноводческой станции, по решению арбитражного суда, общежитие, которое принадлежало организации, передали на баланс города. Муниципалитет, в свою очередь, не торопится заключать договоры соцснаема с обитателями злополучного дома. Более того, в 2018 году здание по каким-то непонятным причинам получило статус нежилого. Но семьи здесь продолжают жить кто как может. С таким непривычным шумом в этот дом приходит электричество. И то ненадолго, потому что дорого. Для каждой семьи это порядка 10-15 тысяч рублей в месяц. То есть, два часа в день включаете. Сколько вам в месяц обходится? Ой, ну я не знаю точно, но в общем у нас вся зарплата почти уходит все на этот бензин. Воду мы берем куда-где. Мы ездим к брату. Тут недалеко у меня работа. Я работаю в теплице. Вот вечерами, как иду в теплице, я приношу каждый день по 5 литров воды. Ну, когда муж приезжает со смены, мы берем также емкости. Также набираем вот у меня емкость, вот две. Стараемся как-то, чтобы нам было хоть помыться немножко и посуду, и поесть, и попить. А вот газ? Газ, вот у нас баллоны. Заправляем мы баллоны. Я не знаю, не знаю. Просто мы просто обращаемся, чтобы нам хоть помогли вот как-то вот с этим светом, хоть нам сделали вот этот свет, хоть что-то, чтобы мы могли жить по-человечески, как люди. Я не знаю, я буду взять вот это вот, кто вот это вот нам все делает, поселить на недельку. А зимой тоже можно поселить. Давайте пусть они со мной поменяются, если бы мы с нас поменяются. После того, как обедах и спартанских условиях жизни обитателей бывшей общаги написали коллеге «Взгляд.Инфо», к ним приехали представители мэрии. Нет, не поменяться с жителями местами, а узнать, что же у них тут случилось. Среди гостей и Антон Корнеев, заместитель мэра по городостроительству. Чиновник еще в феврале обещал в течение максимум двух месяцев решить проблему граждан. То есть я так понимаю, что у нас проблема в том, что у данного здания нет статуса жилого дома. Ну, на сегодняшний день такая, да, проблема. То есть на сегодняшний день такая проблема, и правовые основания заключаются по вас с той организацией, которая на данный момент не существует. Да. Вы сейчас инициировали обращение в судебные органы о понуждении муниципалитета провести некие действия, да? Нет, мы в суд обратились с тем, что мы не можем добиться от администрации действий никаких. Мы просим, а действий нет. А можно просто пройти, посмотреть? Конечно. То есть просто посмотреть, потому что по внешнему виду мало похоже на общежитие, поэтому можно пройти, посмотреть, да? Да, конечно, пройти. Я просто предлагаю, что мы с вами тоже в судебном заседании встретимся еще. Просто проговорим какие-то моменты. Ну, механизмы юридические решения – это вопрос. Хорошо? А скажите, пожалуйста, стройки. Мы будем завтра общаться по этому вопросу. Завтра будем общаться по электричеству. Да, сил нет уже, терпеть сил нет. Завтра мы будем общаться по поводу электричества. А в результат переговору с собственником, как будет, мы его доведем через вас. Необходимо собрать документы, после чего мы, конечно, прокомментируем. Я повторю, ситуация очень юридически непростая. Прекрасно видеть, что у нас ситуация тянется с банкротства предприятия. Много документов, поэтому все документы изучим и дадим комментарий. Почему раньше не обращали? Не могу сказать по этому поводу ничего сказать не могу. Я, к своему удивлению, с этой проблемой не был знаком, так же, как придется погрузиться и изучить. На встречу в мэрию Ольга Каменева пошла. Но варианты развития событий, которые озвучили чиновники, ее и жители дома призрака, немного удивили. Мне был задан вопрос, какие цели я преследую, добиваясь этого жилья. Я ответила элементарно, я хочу в этом здании жить. Жить просто, ну как обычно, потому что у меня нет другого жилья. Нам было предложено, так сказать, заключение мировой. Нам предложили подключить электроэнергию. Но сейчас, вот в данный момент уже был электрик у нас. В дальнейшем нам обещали подключить воду. Ну и основные вот эти моменты, о которых я говорила, о том, что нам нужны не только коммуникации, нам нужно и основания для проживания, то есть с нами нужно договора заключить социального найма. Здесь вопрос, ну как бы более сложный в том плане, что не все помещения жилые пройдут, скажем, проверку на предмет пригодности Роспотребнадзоре. И, скорее всего, помещение нужно будет выделять, а каждое индивидуально и в судебном порядке притновать его жилым и, так сказать, прописываться непосредственно в каждой своем помещении. Мэр Михаил Исаев о проблеме извещен. Обещает держать вопрос на контроле. Там и юридические трудности, там и сложности с согласованием с федеральными структурами, которые в том числе тоже соучаствуют в виде разрешительных документов на те процедуры, которые просят граждане. Поэтому там такое межведомственное в том числе решение и вопросы по коммуникациям, там, жизнедеятельности вот этого здания. Поэтому мы разбираемся, насколько там решение неправильно принимать. Но, конечно, будем помогать. Они сейчас разберутся и доложат мне, по какому варианту мы будем двигаться. Но в любом случае люди не останутся один на один с этим вопросом. Все, что необходимо будет, мы все сделаем. На момент монтажа нашего репортажа в реанимации скончался супруг Надежды Недоводиной. Во время съемок он был на ночной вахте. Именно про него говорила Надежда, что они таскали вместе с мужем канистры с водой. А еще он постоянно носил вот этот самый генератор. То на улицу, то в дом. У него был кардиостимулятор. И такая ножа оказалась для него непосильной.